Наталья Ивановна – учитель химии и биологии. Основное место её работы была школа в Купенском районе, в одном из приграничных сёл с Россией. В начале полномасштабного выторжения в феврале 22-го года их населённый пункт был оккупирован противником. Восемь месяцев она с семьёй фактически жила в подвале собственного дома, без мобильной связи, электричества и воды. Эвакуироваться окончательно решили, когда в дом попал снаряд. Женщина говорит, было необходимо вывезти внучку. «Последней каплей было то, что за 8 месяцев, которые мы там были, она очень нервничала, плакала. Она не могла находиться в подвале уже. Это стало основой. Мы выехали из-за ребёнка. Мы взяли вещи так, по-быстрому, чтобы вернуться через две недели домой. Ну, уже два года. Трудно. Но будем жить домой, всё равно вернёмся». Женщина говорит, выезжать пришлось через территорию России. Возвращение в Украину было долгим. Она с внучкой проехала четыре страны. Снова оказавшись в родной Харьковской области, получили жильё в общежитии Валковской общины. На тот момент там уже были переселенцы из района Северной Салтовки Харькова, а также области, где проходили боевые действия. «Люди выбрали себе лидера. Они готовили все первые блюда в одной большой кастрюле, а всё остальное – то уже сами. Они написали график, по которому будут посещать душ. У них был график на уборку и кухни, и коридоров. Всё было расписано ими самими. Это было организовано. Понимаете, насколько беда объединяет людей». Сейчас тут живут те, у кого дома ещё остаются под российской оккупацией или полностью разрушены в результате обстрелов. Зинаиде 69 лет. Вместе с мужем они выехали из Купинска весной этого года. Помогали эвакуироваться им волонтёры. «Страшно, страшно. Страшно, потому что начали гибнуть уже все. И дома разрушатся, и люди гибнут. В нашем доме почти ни одного целого окна нет. В пятиэтажке у нас тоже побиты окна. Мы их позакрывали так плёнкой и ОСБ и выехали». На сегодняшний день в шелтере 60 человек. За последние два года при поддержке международных фондов и организаций во всех помещениях сделали капитальный ремонт. «Мы находимся в пищеблоке. Этот ремонт сделан первым нашим донором – Нюрнберг, Германия. Они обустроили именно пищеблок, обустроили туалеты, душевые комнаты, прачечную и несколько живых помещений. Это была первая помощь, которую сделали для внутренне перемещенных лиц». Также с капитальным ремонтом общежития, кроме Германии, помогали доноры из Австрии, обновили систему отопления, а также из США. Они взяли на себя реконструкцию комнат, покупку мебели. Бытовой техникой шелтер обеспечили украинские инвесторы. «Мы стараемся заботиться обо всех. Люди уже интегрировались, многие устроились на работу. Это очень важно, чтобы люди стали жить на нашей территории. Валковская территориальная община считается безопасной территорией. Дай бог, чтобы оно было так и в дальнейшем. Поэтому внутренне перемещенные лица – это уже наши жители». Сейчас в Валковской общине проживает 21 тысяча переселенцев из разных населённых пунктов Харьковской области. Для тех, кто продолжает приезжать, эвакуируясь из зон боевых действий, тут стараются найти жильё и обеспечить всем необходимым. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.